вы на маями fm обещанный гостью в нашей студии друзья мы руководителях клиники максим медикал клиники по восстановлению волос максим чумак у нас тут и добрый вечер здравствуйте здравствуйте спасибо что вы пришли мы вас очень ждали особенно я как самый волосатый член команды 102 и 7 по fm hd вам буду очень рад с вами поговорить на эту тему фельдман эта тема не интересна судя по его взгляда и его большой прически он вчера только было парикмахера вот видите позавчера обкарнали это сильно ему 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 видите ему можно еще сказать ох меня на две минуты заснул в кресле а проснулся от звука когда машинка работала и все а если вы друзья мои заснете в кресле в клинике максим медикал то вы можете проснуться уже с волосами и потом уже засыпать дальше у парикмахера скажите пожалуйста как давно существует ваша клиника потому что мы никогда не слышали о том что в нашей нашей деревне как говорится у нас майами есть клиника такая достаточно серьезная клиника и где с вами могут говорить по-русски да мы открылись приблизительно год тому назад и сам концепт клиники был что мы хотели внести самые последние технологии которые были разработаны за последние пять лет мире и мы и первая клиника в бровар каунте которая владеет роботом восстановлению волос а скажите ну вот я помню что еще с конца девяностых это стало достаточно популярным когда начали рекламироваться институты которые вживляют волосы с тех времен с начала двухтысячных годов что-то куда-то наука продвинулась дальше чтобы делать это лучше потому что я вижу что ну лысых лысых людей не уменьшилось на улице ну наверное не каждый из людей у которого и проблема обращается за помощью и поэтому процентом содержания наверно все-таки количество лысых людей уменьшилось да но сама техника настолько изметь изменилась за последние десять лет что наверное сейчас можно восстановить свои волосы гораздо быстрее и менее болезненным способом практически без болезненным способом а если какой-то вот порог вот если вы посмотрите на меня сейчас мы также находимся в прямом эфире на фейсбуке так сказать если когда уже ничем нельзя помочь или вот на скажем как на какой стадии еще можно прийти к вам и сказать что это неизлечимо как это правильно сказать даже что это поддается исправлению можно и так сказать да но дело в том что существуют различные виды потери волос обнесения да то есть зависимости от вида то есть мы выбираем наиболее подходящий способ лечения и вот пришел человек к вам ну скажем вот посмотрите даже на меня да мы мы встречались уже не будем скрывать мы встречались по моему в прошлом году я приходил к вам в клинику я как раз смотрел на все оборудование мне даже какие-то там показывали что у меня на голове фельдман да там были печальные новости я тебе хочу сказать это было печально и то что я увидел на мониторе компьютера тем не менее вот вот такие люди как я если они приходят к вам когда они уже скажем ну могут я не знаю если не завивать косички на сон на своей голове но по крайней мере по крайней мере иметь носить какую-то прическу вот срок после операции после или я не знаю давайте на операцию после а тритман то так называемого и вот до того момента когда он может уже похвастаться прической она обычно занимает три-четыре месяца для того чтобы увидеть какие-то заметные результаты да и на данное время мы владеем технологии мы практически можем восстановить ваши волосы такие какие они выглядели может быть лет 15 назад я не знаю сколько вам лет сейчас но я думаю что в 20-летнем вы немножко отличались да 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 но волосы начали выпадать в достаточно ранном возрасте где только 25 уже уже чувствовалось что проблема началась я вижу сейчас у ребят причем это какая-то повальная у детей уже в 21 в 23 года уже видно что люди лысеют я не понимаю с чем это связано тем не менее проблема достаточно широка скажите а вот каковы симптомы выпадения кстати волос когда это становится проблемой ну обычно это становится проблемой когда вы замечаете что ваша линия волос редеет то есть мы в принципе теряем от 50 до 100 волос ежедневно это можно объяснить тем что часть волос всегда переходит то что называется отдыхающую фазу или тела джин фейс да на английском это называется поэтому это нормальное явление они не выпадают да они просто там где-то засыпают да они засыпают на на период от четырех до шести месяцев и после этого они снова просыпаются продолжают расти проблема с потеря волоса не то что мы их просто теряем они выпадают это то что начальная фаза больше волос находится в отдыхающей фазе чем фазе растущий фазе так да и по таким образом мы в оптимальном нашем состоянии должны иметь 90 процентов растущей фазы где 10 процентов отдыхающие и у людей которые начинают терять волосы это может быть это это может отцениться процента там 8 80 20 или 70 30 а скажите пожалуйста если какие-нибудь методики чтобы не терять волосы а есть более консервативные методы и они снова зависит от того какой какой вид выпадения волос существует очень много видов это начинается от то что называется inflammatory conditions или воспаление именно ткани где растут волосы да это может быть autoimmune автоиммунная система когда вырабатываются антил антитела против поликулов это может быть различные факторы стресс гормональные изменения это может быть неправильное питание это может быть химиотерапия то есть 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 различные виды аллописы друзья мои если у вас будут вопросы сейчас дан ты задашь вопрос я хотел бы просто тем людям которые только что присоединились а напомнить о том что у нас сегодня руководитель в гостях руководителя клиники по восстановлению волос а максим чумак клиника находится удобно расположена в форт лодер-дейли если у вас возникнут непосредственно вопросы к сотрудникам этой клинике вы можете их задать на русском языке 954 945 2909 еще раз повторю телефон 954 945 2909 звоните и в конце нашей беседы если не успели записать номер телефона я повторю этот номер телефона еще раз у тебя был вопрос дан да как специалист чтобы вы посоветовали вы сказали вот может быть неправильное питание чтобы вы посоветовали исключить испытания может быть это сладкая газировка сахар соль или что может более губительно быть для волос но я вам скажу что это как раз наоборот то есть исключение определенных продуктов может сказаться привезти волос да то есть чаще всего это диеты диеты в наше время их выходит очень много и они называются разными именами но они заканчиваются тем что мы лишаем своих организм определенных продуктов которые могут быть принципе нужны для нашей нормальной жизни деятельности и очень часто это а витаминоз который может как раз вот повлиять на вот это на выпадение волос а скажите чем отличается женское выпадение волос от от мужского выпадения волос я конечно да в редко можно встретить женщину с проблем с волосами я понимаю что для нее это реальная проблема кстати если если у среди ваших пациентов и женщины да у нас очень хороший опыт именно работы с женщинами женские типы аллописии отличаются от мужских но нужно понимать что есть есть мужская аллописия которая может быть у женщины есть женская аллописия которая может быть у мужчины это странно звучит но и те и другие встречаются потому что и у тех и других присутствует тестостерон несмотря на то что женщины это может быть не совсем понимает но у каждой женщины выделяется тестостерон который превращается в dhd дигадрокси тестостерон который может быть как раз токсичным ну это упрощенное то что называют для для волос я и я я был согласиться тут сейчас такие времена просто что и женщина может быть мужчиной и мужчина может быть женщиной так что я думаю клиентов у вас будет хоть не хотят бавля я я уж надеюсь что сейчас те кто заинтересовался я этим вопросом мы общались в прошлом году в свое время у меня был большой действительно большой комплекс когда вот выпадали волосы и это это было ужасно то есть я я я я я я действительно думал что моя жизнь заканчивала нажалась да вот это совершенно верно но поставок как вот мы встретились с максимом в общем появилась надежда и и после того как я побывал в этой клинике а там действительно у меня у приятеля была я делился с максимом его бедой когда он в одной из клиник сделал эту операцию в результате который что-то было неправильно сделано волосы не прирослись плюс остался шрам на голове и вот тогда мне максим объяснял что методика которая пользуется вашей клинике она крайне отличается от той которая я описывал где остаются шрамы то есть вот там вот не поднимного о вашей методике по тритман до которого делать да я я совсем коснусь совсем немного нашей методики потому что мы я думаю мы сможем еще продолжить да конечно следующие дни мы используем робота который называется артас он был разработан в калифорнии в отличие от других методов восстановления волос мы не оставляем никаких рубцов то есть линеарных рубцов и он гораздо естественно робот делать меньше ошибок ему не свойственный скажем наши недостатки усталость и проблема со зрением или недостаток это эмоциональные стрессы которые могут возникнуть поэтому с роботом вы получаете максимально точные и эффективный метод лечения и это не 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 имеет значения до сколько волос как как мало волос осталось у меня на голове дело в том что имеет значение сколько у вас волос то что называется сейв зон мы вычисляем какая у вас зона волос не будет подвижна выпадению в будущем и мы пересажим эти волосы которые в теме став которые у вас их не достает а ведь такой вопрос у меня я просто так ну и поскольку я этим вопросом занимался но ведь у меня еще не там не до конца выпали все волосы то есть они же будут тогда продолжать выпадать вы мне пересадите а другие еще падают или этот процесс можно каким-то образом замедлить с помощью каких-то есть сейчас терапии там плазмы терапии еще что-то это тоже у вас право да мы мы занимаемся другими способами лечения лописи восстановления волос мы используем стволовые клетки это что-то же это интересно скоро делать мы используем prp или активированная тромбоцитами плазма это уже использовалась около пяти лет и очень эффективный способ восстановления частичного волос и это также предупреждает выпадение волос в будущем также есть медикаментозные способы лечения которые более традициональные то есть это финастерай для мужчин спиронолактон для женщин существуют различные растворы которые можно использовать прямо на том месте где где есть проблема с волосными покровом скажите пожалуйста а везде восстанавливаются волосы я имею ввиду я сейчас не говорю у тебя везде непосредственно профилактики то есть по плазме а что там какие-то еще есть мази средства это все работает помогает или вот это все да это все работает а мы обычно видимо 20 до 3 до 30 процентов улучшения густоты волос в том месте которые мы обрабатываем но снова я как врач то есть для меня важно установить причину облысения если вот коснуться причин облысения у женщин это может быть гормональные это снова диеты как или беременность вызывает временную потерю волос то есть если у женщины происходит не стоит особо стрессовать по этому поводу потому что чаще всего через 4-5 месяцев волосы восстанавливать это вот моей жене сейчас актуально очень скоро ждете ребенка все таки вот самое главное для наших радиослушателей это больно или не больно потому что все при слове врач операция естественно подсознательно все люди начинают бояться от вас хотим услышать конечно понятие боли оно относительно и но я вам скажу что в нашей клинике и я лично я никогда не позволяю пациентам страдать поэтому я делаю все я начинал вначале как emergency room physician я до сих пор работаю то есть это мне помогает именно мои навыки как как emergency room physician помогает мне предупреждать боль до того как она возникает дорогие радиослушатели не бойтесь что ж друзья мы я я я у нас ограничено время я надеюсь что вы к нам придете еще не раз придете и мы поговорим более обстоятельно о том как это происходит я хотел бы просто сейчас сказать о том что первая консультация абсолютно бесплатно люди могут прийти показаться и поделиться своей бедой вы вам расскажете что и как а потом они уже будут решать конечно это совершенно бесплатно я провожу к минимум час каждым пациентом мы можем сделать лабораторные анализы посмотреть микроскопический анализ волос и установить причину облысения и попытаться ее устранить что спасибо большое а вам друзья напоминаю номер телефона клиники максим медикал который находится в форт ладер дейли записывайте номер телефона 954 945 29 09 еще раз 954 945 29 09 если вы не успели записать номер телефона я всегда смогу этот телефон вам дать если вы позвоните к нам на радиостанцию у вас есть что нибудь добавить потому что у нас есть версия русского сайта веб-сайт называется bringbackcare.com и там практически вся информация есть на русском языке спасибо вам большое большое спасибо до встречи на следующей программе